Сегодня состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты Ульяновской области 6-го созыва. В этом году на должность председателя ОП было выдвинуто несколько кандидатур, однако единогласным решением всех членов палаты председателем был избран Александр Чепухин, бывший заместитель губернатора Ульяновской области. Самая важная цель, чтобы исполнительная власть работала по повестке нашего населения. Именно по его запросам, чтобы не оттуда шли решения, а чтобы решения принимались и росли от мнения граждан. То есть поменять, развернуть систему. Как и любому руководителю, новому председателю первым делом требуются заместители. Очередным единогласным решением на должность заместителя председателя Общественной палаты 6-го созыва были избраны Марат Аряпов, Владимир Малинин и епископ Меликесский и Чердаклинский Деодор. Моя жизнь в Общественной палате уже с 7-й, по-моему, с 2010-го года. С двумя созывами я работал как руководитель аппарата Общественной палаты. А потом уже в пятом созыве меня избрали заместитель председателя Общественной палаты. Поэтому работа для меня не новая. Будем продолжать то, что наработали, уже осуществлять в составе 6-го созыва. Выделил бы особое, на что хотел бы обратить внимание и буду обращать внимание в первое время. Это, конечно же, вопросы демографической политики, потому что, к сожалению, рождание спадает. Это вопросы лекарственного обеспечения льготными именно препаратами, потому что, к сожалению, проблема сохраняется. Это вопросы кадрового обеспечения. За этим следует добровольческая волонтерская деятельность, благотворительность, ну и все, что касается того, чтобы мы в нашем гражданском обществе жили как можно, ну как вот правильно сказать, чтобы это было всем понятно, чтобы мы были людьми. Новый председатель сразу вынес на повестку дня вопрос о формировании структуры палаты. Ранее было решено, что в народном органе будет 10 профильных комиссий. В ходе заседания были утверждены названия этих комиссий и их председатели. Новшеством этого года стала комиссия по территориальному развитию и местному самоуправлению. Такой комиссии не существовало и при общественной палате Российской Федерации, но в настоящий момент мы надеемся, что и активизация этого направления будет осуществляться и на территории всей Российской Федерации, возможно даже с нашим участием. Перезагрузка деятельности палаты, необходимость которой определяют как федеральные, так и региональные тренды, повлечет за собой расширение ее функций и постановку новых задач. Те люди, которые сюда попали, они попали не случайно, они известны и, скажем так, своей деятельностью хорошо знакомы и региону, и своим коллегам, поэтому здесь недопонимания не возникло. Напомним, сама процедура формирования народного органа завершилась еще в начале июня. Ульяновская область стала первым регионом в стране, кто сформировал общественную палату по новому законодательству. Кристина Жакот, Юрий Конихин, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова